Это новая экспериментальная рубрика, в которой я буду делиться своими подборками и чем-то интересным. Если вам нравится то, что я делаю, то это самая полезная рубрика для вас. Пока все вокруг сходят с ума от сериала Squid Game или Игра в кальмара от Хао Миядзаки, я наткнулся на испанский сериал от крутейшего режиссера Ореола Паула Харлан Кобин «Невиновен». Сериал состоит из 8 серий, каждая серия акцентируется на одном из героев. У каждого героя интересные судьбы, свои какие-то направления, своя мотивация. И это квинтэссенция всего лучшего из детективов. Монтаж, съемка, саунд-дизайн, сюжет. Если честно, я визжал просто отчасти, насколько это гениально, насколько продумано все. Очень-очень плотный, очень жирный сериал, который держит ваше внимание. Каждый крючок закидывается, каждый крючок не случайный, каждый выстрел не случайный, и каждое слово имеет глубокий смысл. Невероятный сериал, это реально лучшее, что я вообще видел в сериалах, именно документальных. Ореол Паула – это тот самый мужик, который подарил нам невидимого гостя. В общем, если вы любите такие мрачные детективы, с очень запутанным сюжетом, но понятным и интригующим, с интересной концовкой, с интересными персонажами, актерами, игрой, это идеальный сериал для просмотра. Еще давно я наткнулся на ребят Magic Flowers, Саша и Вася, которые пишут музыку в стиле Future Beats. Что они делают? Они переосмысляют старые хиты, но у них очень-очень стильный и вкусный подход. Советую послушать хоть пару треков, просто заходите на SoundCloud, пишите Magic Flowers, и выпадает вам список их треков. Просто космос. К сожалению, из-за авторских прав на ютюбе, я не могу вставлять их музыку, чтобы вы послушали именно здесь. А пару месяцев назад я наткнулся на Аукстен Марк, я надеюсь, я правильно произнес, и он, в свою очередь, переосмысляет не старые хиты, а новые хиты. И то же, как он это делает, это просто невероятно. Очень вкусно, очень свежо. Залетайте на SoundCloud, слушайте его музыку, подписывайтесь. А мы переходим к следующей рубрике. Переложение Совсем недавно Яндекс начал переводить англоязычные видео нажатием одной кнопки. Как это в целом работает? Википедия по своей сути глобальна. В нашем видении мы хотим, чтобы каждый человек в мире имел доступ к знаниям. Так, расскажите мне о сегодняшнем успехе. Приятно то, что этот переводчик имеет два голоса, женский и мужской. Соответственно, он переводит женскую английскую речь на женский язык, мужскую английскую речь на мужской язык. Женский голос – это голос Алисы. Пока что эта функция доступна на YouTube и на Vimeo. Раскрывая карты в своем блоге, они говорят, что они генерируют свои субтитры. Не YouTube генерируют и они переводят, они генерируют свои субтитры. Но, как мне кажется, как я посмотрел, все-таки это работает не так. Они берут уже готовый текст, его переводят, перегоняют в этот сервис Яндекс Клауда, и он его озвучивает. Работает это здорово. Я уже посмотрел огромное количество роликов на английском языке с этим переводом. В принципе, корректно. Можно допилить, конечно же. Но все-таки это огромный шаг в сторону зарубежного контента. Попробуйте, скачайте, посмотрите видео. Это действительно здорово. Качественный контент в ваши дома. Курсы или образование, пока не знаю, как именно назвать эту рубрику. Лекция Альберто Миелго. Альберто – испанский режиссер, художник и аниматор. Его награда включает 4 премии Эмми и 2 премии Энни. Альберто был арк-директором Дисней, а также работал над анимационной картиной «Человек-паук. Сквозь вселенная». Последний из его работ – это короткометражный фильм «Свидетель», созданный для Netflix, для сериала «Любовь, смерть, роботы». В общем, этот мужик, который творит очень клевые вещи. Очень круто рисует, очень круто анимирует. У него есть свой взгляд на мир, свое видение ситуации, свое видение героев, персонажей. И, в принципе, он очень необычный человек, как мне показалось, художник, артист. В общем, лекция его на YouTube называется «Talk by Alberto Melgo, bla-bla-bla, the talk», в которой он рассказывает о своей жизни, о своем пути, о своем видении, о своей философии, о своем подходе к работе, о каких-то тонкостях работы. Обязательно всем советую посмотреть. Как его посмотреть на русском, если вы не знаете английского, открыть видео в Яндекс.Браузере. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Увидимся в следующем видео.